С итоговым выпуском новостей на телеканале Хабар 24 Сергей Гергель. Добрый вечер. В предыре заседания Высшего Евразийского экономического совета, который сейчас проходит в Сочи, Нурсултан Назарбаев провел двустороннюю встречу с Владимиром Путиным. Главы государства отметили усиление торгово-экономических отношений между странами. В прошлом году товароборот составил 16 миллиардов долларов. Показатель вырос на 30,5%. Во время встречи президент Казахстана поздравил своего российского коллегу с избранием на новый срок и подчеркнул, что выборы прошли в сложных для страны условиях. Тем не менее, Владимиру Путину удалось завоевать доверие россиян. Президент России отметил, что Казахстан не только стратегический союзник, но и один из самых ближайших партнеров. Восемнадцатого марта произошло историческое событие. Вы с огромным триумфом завоевали доверие российского народа. В этих сложных условиях это очень много устоит доверие. Россия в той работе, которую вы проводите, курсу, которую вы проводите в сложных условиях, поднимая авторитеты и городов России и его народа. Поэтому они сплотились и вас поддержали. Дай Бог вам светлого здоровья, вытерпеть все и вывести Россию на большой светлый путь. Потому что мы, Казахстан, этого очень хотим, как самая близкая страна, с которой Россия имеет, наверное, самые примерные отношения из всех. Отношения и экономические связи вы уже назвали. Более 16 миллиардов долларов наш товароборот. И создание совместных предприятий идет с нарастающим итогом. И это то, что мы договорились. Наше последнее соглашение 2013 года, которое мы подписали о стратегическом сортном партнерстве, обращенном в 21 веке. Там все расписано. В этой части мы с вами работаем. Прошла инаугурация правительства. Я поздравляю двух назначенных членов правительства, с которыми мы и раньше работаем, знакомые. Желаем всех успехов. Казахстан всегда рядом. Всегда вместе будем работать, преодолевать это время и двигаться вперед. По всем направлениям. Работа идет нормально. Мы вчера обговорили все вопросы, которые есть. Они возникают всегда между соседями, независимыми государствами. Но у нас настолько тесные отношения между правительствами, между министерствами. Возникающие вопросы надо спокойно решать, не создавая никакого же атака. Мы вчера с вами об этом говорили. Я не придаю значения. Поэтому мы союзники, близкие государства. И средства массовой информации обеих стран должны работать в таком же ключе. Не раздувать из мухи слона. Если возникают вопросы, их решить. Мы всегда так. Все эти 25 лет так решаем. Поэтому в этой части я хочу пожелать вам всего самого доброго. Казахстан не только наш стратегический союзник, один из самых ближайших партнеров. Но и отношения между нашими странами развиваются, развиваются успешно, последовательно. В экономике в прошлом году мы имели хороший результат, плюс 30,5% роста товарооборота. Россия остаётся ведущим торгово-экономическим партнёром Казахстана. Хочу отметить и рост прямых инвестиций России в казахстанскую экономику. У нас много направлений сотрудничества. Мы с вами постоянно в контакте по всем этим вопросам. Ну, хорошо, что есть такая возможность на полях сегодняшнего саммита поговорить и о двухсторонних делах. Десятый международный форум «Атом.Экспо» открылся в Сочи. Ключевая тема крупнейшего мероприятия в атомной отрасли – глобальное партнёрство «Общий успех». Международное сотрудничество при сооружении атомных электростанций, цифровые технологии, научные исследования, развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности. Эти вопросы на площадке форума обсуждают свыше двухсот экспертов. В работе юбилейного форума «Атом.Экспо» принимают участие более трёх тысяч человек. Они представляют 600 компаний из 60 стран. На выставке же представлены продукты и решения от 115 компаний, атомной энергетики и смежных отраслей. Свои новейшие разработки представила компания «Казатом.Пром». На стенде компании представлена информация об уникальных казахстанских проектах. Это мобильный комплекс по добыче урана, завод по производству топлива для ядерных станций, запуск которого запланирован через два года, и Международный образовательный центр. Также показываем на этой выставке, это virtual reality, где вы можете прямо здесь посмотреть, как добывается природный уран. Посмотреть, походить по полю, походить по месторождению, побывать внутри производственного комплекса. Вы увидите экологическую чистоту, вы увидите низкую себестоимость, вы увидите прекрасные заводы, прекрасные фабрики, которые сегодня реализуются в Казахстане. На такой площадке мы готовы показывать наши возможности в развитии мирного использования атомной энергетики. Один из 20 круглых столов был посвящен лучшим практикам в сфере развития ядерной инфраструктуры и потенциальным проблемам, с которыми могут столкнуться страны, расширяющие свои ядерные энергетические программы. В их числе и Казахстан, планирующий построить АЭС. «Казатом.Пром» и казахстанские атомно-электрические страны проводят смотр технологий, общаются с вендорами. И смотрим, насколько технологии могут устроить возможности Казахстана. Практически мы пригласили всех вендоров, которые занимаются строительством АЭС. Россия одна из таких стран. Российские специалисты готовы предложить интегрированное решение для строительства АЭС. От создания станции до подготовки кадров, локализации производства и содействия в эксплуатации. Это единственная в мире полностью вертикально интегрированная компания, которая имеет в своем составе все продукты жизненного цикла атомной станции. А жизненный цикл атомной станции – это больше ста лет. Казахстан – это страна, которая знает, что такое атомная энергетика, которая эксплуатировала атомные реакторы и продолжает в области топливного цикла быть ведущим игроком на рынке. Поэтому, конечно, здесь будут свои особенности. Участники трехдневного форума обсудят вопрос, насколько экологичными являются ядерные технологии и рассмотрят перспективы партнерства между компаниями, генерирующими чистые источники энергии. Дана Нуржан, Александр Любителев, Россия, Хабар, 24. Председатель Сената Касым Жомар Токаев встретился с генеральным директором международной организации по миграции Уильямом Лейси Свингом. Сенатор высказался в поддержку совершенствования международных правовых норм, регулирующих сферы миграции, приема и адаптации беженцев. Также Касым Жомар Токаев сообщил, что Казахстан поддерживает разработку глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции и принимает активное участие в переговорном процессе. В свою очередь, Уильям Лейси Свинг отметил, что Казахстан является сегодня ключевым партнером организации и призвал к продолжению активного сотрудничества по вопросам управления миграционными процессами в Центральной Азии. В Астане завершился первый день переговоров по сирийскому урегулированию. Сегодня прошли двусторонние и многосторонние консультации за закрытыми дверями. В девятом по счету раунде переговоров участвуют представители всех стран-гарантов. В Астану прибыли делегация правительства Сирии во главе с башером Джаафари и делегация ООН. Прилетел и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стафан Демистура. Сегодня ночью ожидается прибытие делегации сирийской вооруженной оппозиции. На завтра запланировано пленарное заседание. Отмечу, в ходе переговоров стороны рассмотрят текущую ситуацию в Сирии, в том числе в зонах деэскалации. Обсудят гуманитарные вопросы и меры укрепления доверия, а также скоординируют дальнейшие шаги по продвижению процесса урегулирования кризиса в этой арабской стране. На очередной раунд переговоров эксперты возлагают большие надежды. В Астане идет важный девятый раунд межсирийских переговоров. Дело в том, что до этого все знали, какие были атаки между собой, обвинения. Это был очень сложный процесс для того, чтобы они могли к какому-то консенсусу прийти. Но то, что стороны сами инициировали, договорились встретиться в Астане, решить не только вопросы военного урегулирования, но и политического урегулирования, вопросы гуманитарного урегулирования, потому что это идет на самом деле гуманитарная катастрофа. И самое главное, что все инициативы Казахстана, президента Назарбаева, которые касались этих вопросов, они принимаются во внимание. Объем роста мировой экономики в 2017 году составил рекордным за последние 6 лет и составил 3,8%. В Алматы специалисты МВФ представили ежегодный отчет по состоянию экономики стран Кавказа и Центрально-Азиатского региона. По словам экспертов, Казахстан показывает стабильность и остается одним из ключевых игроков в экономическом блоке. Рост ВВП Казахстана на 4% в 2017 году эксперты называют хорошим показателем. Кроме растущего спроса на дорожающие нефтеметаллы, стране удалось провести работу на внутреннем рынке. За счет госпрограмм сдвинулся с места рынок недвижимости, оживилось кредитование сельхозпроизводителей. По прогнозам МВФ, следующие несколько лет не будут стремительными в плане экономического роста, поэтому серьезную роль экономисты отводят Национальному банку, который в состоянии регулировать уровень инфляции и отвечать на внешние вызовы. У Центрального банка есть определенные инструменты, в том числе инструменты проведения интервенции на внутреннем рынке. Другой важный фактор, на который обращают внимание в МВФ, работа регулятора с финансовым сектором и снижение объемов неработающих токсичных займов и вопросы денежно-кредитной политики. Еще остаются некоторые вопросы с долларизацией, но важно, что многие банки были рекапитализированы. Остается важным обеспечивать экономику кредитованием, в первую очередь вести работу с надежными заемщиками, чтобы возвратность займов росла в портфелях банков. Необходимо расширять и надзорные полномочия Назбанка за финансовым сектором. И с этой точки зрения законопроекты, которые рассматриваются парламентом, очень важны. Также МВФ большое внимание уделяет предстоящему Астанинскому экономическому форуму. Придавая значение Астанинскому экономическому форуму как площадке обмена опытом, МВФ решил собрать вместе с задним столом председателей центральных банков и министров финансов Кавказа и стран Центрально-Азиатского региона. Встреча намечена за день до открытия экономического форума. Юхак Яхкунен пояснил, что главной темой станет глобальная региональная интеграция и обсуждение тех возможностей и выгод, которые экономисты смогут вынести для себя в дальнейшей работе. Владимир Бовки, Скинжи Амраев, Алматы, Хабар-24. Почему в Казахстане дорогие кредиты, как должна проходить реформа образования и что необходимо сделать для сдерживания цен на продовольственные товары? Самые актуальные для населения вопросы теперь будут поднимать на постоянной основе в партии Нур-Отан. Сегодня здесь начала работу новая дискуссионная площадка Нур-Отан Трендс. Все обсуждения экспертов и экономистов будут транслировать в прямом эфире в Фейсбук. По словам нур-отановцев, это еще один шаг к открытости и модернизации партии. Кстати, тему для будущих обсуждений пользователи соцсетей смогут предлагать сами. А итогом дискуссии в новом формате станет выработка рекомендаций для правительства, депутатов парламента и других заинтересованных структур. Мы в партии хотим создать именно такие условия, такую атмосферу, чтобы наиболее сложные проблемы в нашей стране, чтобы мы вот так их собирались и конструктивно обсуждали, говорили, запротив, какие-то разные мнения слушали и тем самым в конечном итоге старались прийти к каким-то общим выводам, общим рекомендациям. Контекст того, что это проходит именно на партийной площадке правящей партии Нур-Отан, он достаточно обязывающий и дает сразу понимание того, что те вопросы, рекомендации, может быть, гипотезы, которые здесь будут выноситься, они имеют достаточно высокие шансы для того, чтобы пойти уже в имплементацию, в реализацию в рамках госполитики. В столице открылись аккредитационные центры Астанинского экономического форума. Свои бейджи участники, спикеры, а также журналисты, освещающие АЭФ, могут получить в отелях Мэрио, Триксес, Думан, а также в торгово-развлекательном центре Керуэн и Международном аэропорту Нур-Султан Азарбаев. По словам вице-министра национальной экономики Руслана Даленова, в этом году регистрация и аккредитация на АЭФ будет доступна на протяжении всего мероприятия. Напомню, Астанинский экономический форум пройдет в столице с 17 по 19 мая. Ожидается, что на форум приедет рекордное количество спикеров, всего около 500 человек из разных стран. По данным вице-министра национальной экономики, среди спикеров, подтверждивших свое участие, есть также экс-кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак. Регистрация, аккредитация форума будет открыта на протяжении всего форума. В этом отличие мы не закрываем окно регистрации за несколько дней до форума или момент форума. Все процедуры можно проходить как и во время, так и даже в последний день самого мероприятия. Это сделано для удобства, для комфорта всех жителей, участников и самих спикеров. В рамках Астанинского экономического форума пройдет панельная сессия под названием «Практика и вызовы цифрового государственного управления». Наш корреспондент Асхат Нязов уже сегодня пообщался с модератором этой сессии, ректором Академии госуправления и готов рассказать, как у нас в стране обстоят дела с цифровизацией государственного аппарата. Просто представьте, если сегодня не было бы компьютеров и интернета. Наверное, большую часть территории наших городов занимали бы библиотеки. В книжках и журналах можно было просто потеряться. Это я уже не говорю о других возможностях, которые дает нам цифровизация. В частности, в такой сфере, как государственная служба, цифровизация дает безграничные возможности. Новые технологии сегодня могут даже помочь принимать ответственные решения. И не обязательно для этого собирать вокруг десяток специалистов. Можно просто правильно использовать нужную информацию, которую предоставят по вашему запросу мировые аналитические центры. За каждую цифру, которую вы получаете на Блюнберге, на терминале, ответственность несет именно компания Блюнберг. То есть она уже как бы проработанная, и там уже ошибок быть не может. Эту систему уже активно используют несколько ведомств и Академия госуправления. Здесь в принципе цифровизацию используют весьма активно для решения самых разных вопросов. Местные студенты, например, предложили свой способ борьбы с пробками. Вот, посмотрите, стандартная ситуация. Одно направление стоит, в то время как второе полностью свободно. Например, если у нас есть шестиполосная дорога, то мы делаем из нее две полосы в одну сторону, две полосы в другую сторону. При этом две полосы, которые находятся посередине, они будут менять свое направление в зависимости от потока машин. И подобных решений довольно много. Их запросто можно перенять и госорганам. Ректор госакадемии на предстоящем Астанинском экономическом форуме будет модерировать одну из панельных сессий, которая как раз будет посвящена цифровизации в государственном управлении. Там обсудят вопрос внутренней цифровизации. Например, усовершенствование проксикарт. Что такое ID-карта? В ней будут сочетаться несколько технических решений. Это не только, допустим, доступ в здания государственных органов. Возможно, будут вшиты так называемые электронные цифровые подписи, которые позволят государственным служащим минимизировать те же самые материальные расходы на приобретение каких-то там, скажем, флешек, токенов. Также будут интегрированы в эту ID-карту какие-то дополнительные социальные сервисы для государственных служащих. Эксперты отмечают, чтобы процесс цифровизации прошел эффективно, его должны понимать те, кто принимает новшества. Особенно цифровизация облегчит работу госорганов, позволив заметно экономить, к примеру, канцелярские товары и бумагу. Цифровизация обеспечит полный переход на электронные носители. Но нужно понимать, что это лишь один пример будущих преобразований. Изменения могут быть куда масштабнее. Асхат Нязов и Ирзат Зайдхан, Хабар, 24, Астана. В сессии, посвященной цифровизации государственной службы, на Астанинском экономическом форуме примет участие бывший президент Эстонии Томас Ильвис. Европейский политик, дипломат, журналист, бывший член Европейского парламента и глава Социал-демократической партии Эстонии возглавлял страну 10 лет с 2006 по 2016 года и хорошо знаком с проблемами цифровизации государственного аппарата. Нобелевский лауреат Раек Вон Чунг предлагает спроектировать эко-город в Казахстане. По мнению эксперта, в области изменения климата в нашей стране можно делать акцент на переработке или транспортировке отходов. Центральная Азия нуждается в уникальном эко-городе, убежден специалист. Отмечу, Раек Вон Чунг приедет в Астану для участия в экономическом форуме. Всемирно известный ученый побеседовал с нашим специальным корреспондентом в Южной Корее, которому рассказал о своем видении будущего «Зеленой энергетики». Подробнее об этом смотрите программу интервью сразу после нашего итогового выпуска новостей. Поэтому я предлагаю вам сделать свою новую версию эко-города, который будет отличаться от других. Такие эко-города уже существуют, например, в Корее, в Европе. И у каждого из них свой уникальный стиль, который отличает их от остальных. Поэтому думаю, что такой же город нужен и в Центральной Азии. Я думаю, что можно построить такой город, применяя именно ваши уникальные климатические условия. Безопасность на батутах в Казахстане никто не контролирует. Как оказалось, подобные виды развлечений сегодня законом не регламентируются. В Комитете по чрезвычайным ситуациям признали проблему острая и требующая незамедлительного решения. Напомню, недели ранее в столице сильный ветер перевернул уличный батут, в результате чего пять детей оказались в больнице. Один ребенок все еще находится в реанимации. По данному инциденту полиция начала досудебное расследование. Эта проблема действительно стоит остро. Я считаю, что здесь ответственность лежит как на хозяйствах субъектов, предоставляющих территорию и размещающих развлекательные различные сооружения в виде батутов. В том числе и проблема стоит, что нету должного контроля, законодательно у нас не определено. Это контроль за парками культуры отдыха, которые раньше подвергались периодической проверке со стороны технического надзора. Технический надзор сейчас не в системе МВД, поэтому по техническому надзору соответственно Министерство индустрии и развития будет принимать дальнейшие решения. Вертолеты Ми-8 начнут собирать в этом году в Казахстане. Работу будут вести на базе Алматинского авиаремонтного завода. Об этом рассказал министр обороны, экономической и аэроэкосмической промышленности Бибутатамкулов во время правительственного часа в Мажелесе. Как отметил глава ведомства, вертолет необходим как в вооруженных силах, так и в народном хозяйстве. Кроме того, в этом году планируют провести капитальный ремонт 10 самолетов фронтовой и 4 самолетов военно-транспортной авиации. Мы в этом году получили право технического обслуживания всех вертолетов класса «Еврокоптер». Мы стали сертифицированным единственным центром на всей территории постсоветского пространства. Сегодня в нашем центре в Астане ремонтируются вертолеты с Российской Федерации, Украины, Закавказья, Центральной Азии и Монголии. Также в рамках разработки закона проекта об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе министерство планирует потратить около 3,5 миллиардов тенге на новые военные стандарты. Всего планируется разработать больше тысячи документов. Принять их хотят в течение 3-5 лет. К тому же, как рассказал глава ведомства, сейчас Казахстан экспортирует продукцию оборонно-промышленного комплекса. Только в прошлом году тепловизоры, приборы ночного видения и другие оптические изделия продали на 2 миллиарда тенге. Кроме того, 48 изделий в прошлом году мы освоили для фронтовой и штурмовой авиации российского типа. То есть это самолеты МИК, МИИ. Кроме того, мы производим и поставляем на экспорт специальную кислородно-дыхательную аппаратуру системы отопления для вертолетов и самолетов. На 32% увеличился товарооборот сельхозпродукции и продуктов ее переработки между Казахстаном и Китаем в 2017-м по сравнению с прошлым годом. Об этом стало известно в ходе встречи заместителя премьер-министра, министра сельского хозяйства Умирзака Шукеева с председателем главного таможенного управления КНР НИЕ Фэном. Стороны обсудили дальнейшее развитие инвестиционного обмена между странами, подписали ряд документов по экспорту продукции из Казахстана в Китай. Подробнее в следующем материале. В Сиане, откуда, кстати, берет начало Великий Шелковый Путь, есть магазины, в которых продаются казахстанские товары. Компания Айджу уже несколько лет поставляет на рынок КНР растительное масло и муку казахстанского производства. Только в Сиане их сеть насчитывает порядка 200 магазинов. В прошлом году мы завезли в Сиань 40 тысяч тонн растительного масла, более 30 тысяч тонн зерна и муки. Продаем мы их с маркировкой «Сделано в Казахстане». Местные потребители довольны качеством этой продукции. Тесто из казахстанской муки получается тонким, в то же время хорошо растягивается. Мы лепим из него пельмени, они получаются вкуснее. Самое главное – без всякого рода добавок. Экспорт казахстанской продукции в Китай с каждым годом увеличивается. В будущем также планируется экспортировать обработанные семена рапса. Об этом договорились в ходе рабочего визита в Китай заместитель премьер-министра республики Казахстан, министр сельского хозяйства Умерзак Шукеев и председатель главного таможенного управления КНР НИИФН. Стороны подписали протокол по фитосанитарным требованиям для экспорта рапсового шрота в Китай. Также китайская сторона задекларировала признание статуса зоны, свободной от ящера с вакцинацией для пяти областей, что дает возможность поставлять в Китай животноводческую продукцию и животных по согласованным ветсертификатам. Это позволит нашим казахстанским предприятиям начать экспорт животноводческой продукции со всей территории Республики Казахстан. Также сегодня был подписан протокол по фитосанитарным требованиям на рапсовый шрот. И это позволит нашим маслоперерабатывающим предприятиям помимо экспортируемой в настоящее время продукции растительного масла начать экспорт высокоэффективного корма для животных рапсового шрота. В прошлом году впервые в КНР экспортировано более 7,5 тысяч тонн соевых бобов на сумму более 3 миллионов долларов США и 228 голов племенных лошадей на сумму 190 тысяч долларов. Товарооборот сельхозпродукции и продуктов ее переработки между Казахстаном и Китаем за 2017 год составил 345 миллионов долларов, что на 32% больше по сравнению с 2016. Айдана Карибжанова, Нурбек Бекен, Джан Сюй, Хабар 24, Китай. Всего несколько дней остаются до открытия 15-го Евразийского медиафорума, который пройдет в этом году в Алматы с 22 по 24 мая. Сейчас Оргкомитет заканчивает последние переговоры со спикерами и партнерами, занимается регистрацией участников и уточнением программы. Нынешний форум пройдет под девизом «15 лет эволюции. Как меняется мир и как мир меняет нас». Организаторы отмечают, что эта дискуссионная площадка по праву заняла свое место в пространстве мировых медиа. И за годы работы форума на его сессиях и мастер-классах побывали больше 6 тысяч иностранных участников – политиков, экономистов, политологов, нобелевских лауреатов, ученых и предпринимателей. В этом году также ожидается насыщенная программа. Познакомиться с ней можно на сайте Евразийского медиафорума. И там же заполнить регистрационную форму участникам. Для этого остались считанные дни. Сейчас мы вошли в самую напряженную стадию нашей работы. У нас сейчас идет активная регистрация. Наши делегаты регистрируются онлайн. Можно зарегистрироваться как участником стать Евразийского медиафорума. Отдельно есть регистрация на мастер-классы. И также открыта регистрация для освещающей прессы. Всего мы ожидаем участия порядка 500 гостей из 50 стран мира. В данный момент у нас уже зарегистрировано 450 человек из 43 стран. Но регистрация еще открыта. До конца недели можно регистрироваться. Казахстан и Россия планируют в ближайшее время снять совместный фильм. Об этом стало известно в ходе празднования векового юбилея Всероссийского государственного института кинематографии в Астане. Чтобы отметить свое столице, в столицу Казахстана прибыл творческий коллектив института. В их числе руководство, профессорский состав и студенты. В ближайшие дни они проведут мастер-классы для начинающих актеров, а также представят столичным и алматинским зрителям три спектакля. Для нас эти дни счастливейшие, потому что приехали не только мастера, режиссеры, актеры мирового класса. Это, конечно же, великолепные педагоги. Эти мастер-классы для наших молодых студентов, оно, конечно, это просто будет огромнейшее счастье, огромный, это, конечно, профессиональный урок. Мы будем сотрудничать и приглашать друг друга на фестивали, на конкурсы, на международные мастер-классы. И, соответственно, наши студенты имеют возможность обучаться вот таких прекрасных, известных мастеров кино. В Карганинской области готовятся к международному турниру по волейболу, посвященному памяти Жахана Медиубаева. Соревнования традиционно пройдут в Тимиртау. В них примут участие как любители, так и действующие спортсмены из разных стран. Марина Золотарева продолжит тему. Турнир по волейболу пройдет в городе Металургов уже 22-й раз. Организаторы – ветераны Комитета национальной безопасности и спортсмены. Соревнования они проводят ежегодно и посвящают их памяти своего бывшего коллеги Жахана Медиубаева. Наш турнир известен не только в Тимиртау и в Караганде. О нем знают в России, Кыргызстане и Узбекистане. Жахан Медиубаев был отличным сотрудником и хорошим спортсменом. Мы уже сейчас начали подготовку к 25-му юбилейному турниру. Бороться за звание сильнейших будут 20 команд. 10 молодежных и 10 ветеранских. Состав последних – спортсмены-любители, бывшие сотрудники силовых ведомств. Ожидают около 150 участников из Казахстана, России, Кыргызстана и Узбекистана. У нас две возрастные категории. Молодежь – это действующие мастера волейбола, участники чемпионата республики, соревнований в своих странах и ветераны. В обеих категориях команды борются за кубок турнира. В прошлом году главный приз уехал в Россию. Его завоевала ветеранская команда из соседней страны. А среди молодежных команд победили спортсмены Тимиртау. Марина Золотарева, Сайлау Игликов, Осета Саинов, Каргандинская область, Хабар-24. В Атраусском марафоне, ставшем уже традиционным, приняли участие больше трех тысяч человек. Общий призовой фонд составил 4 миллиона тенге. А победитель получил специальный приз «Скакового коня». Подробности в нашем материале. Атраусский марафон международный. В прошлом году участие в нем принимали 2000 человек. В этом на старт вышли больше 3000 бегунов из разных городов Казахстана, стран дальнего и ближнего зарубежья. А также почетные гости – знаменитые казахстанские спортсмены Амин Туяков, Марат Жланбаев и Александр Романов. Данное мероприятие нужно для увеличения числа, занимающихся постоянно, систематически занимающихся спортом. И я думаю, что это у нас получается. Марафон проходил на трех дистанциях. На 42 километра вышли 150 человек. Свыше тысячи участников отважились отправиться в путь на 10 километров. Самой массовой стала дистанция в 4,5 километра. На нее вместе с бегунами вышли спортсмены-колясочники. Все они успешно финишировали. Конечно, было достаточно сложно, особенно на последнем километре. Но я поставил перед собой такую цель – преодолеть дистанцию, и я ее выполнил. Поверьте, для меня это очень важно. Молодцы! Сегодня хорошая погода, хорошее настроение. Победители призера на всех дистанциях получили денежные призы. А абсолютный чемпион марафона – Базарбай Дауталеев – Еще есть специальный приз от областной федерации по национальным видам спорта Тараусской области – скакуна. По словам организаторов, приз символизирует волю чемпиона к победе. Ведь не каждый скакун сможет без остановки одолеть марафонскую дистанцию. Марафон стал не просто спортивным мероприятием, а большим событием – настоящим праздником для сотен его участников и болельщиков. Виктор Сутегин, Семерланд Сотсмагазиев, МНТМ, АТНФ, АТРАУ, ХАБАР24 И на этом все. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok